Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tool. И я хочу вам сегодня представить свою мастерскую. И для вас будет, наверное, шокирующее такое объявление. Я уволился с прежнего места работы, то есть я уволился с официального, точнее авторизованного сервисного центра Макита. Я оформился как самозанятый и буду пробовать начинать ремонтировать инструмент у себя дома. Решение это не спонтанное, его нужно было принять еще, наверное, более года назад. Да и вообще, само решение работать на себя ко мне приходило давно. Я сам на себя работал, когда работал рекромонтажником. И даже, даже обещал себе когда-то больше никогда не работать на дяди. Но не сдержал этого обещания и после этих слов я еще на двух дядей, так сказать, поработал. Жалею ли я об этом? В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Ну, жалею из-за того, что это была потеря большая времени. То есть жизнь у нас не бесконечная, время идет, я старею. А можно было начать еще давно и уже как бы развиться более-менее, намного сильнее. А второе, ну, если бы я лет 5-6 назад это начал, ну, я бы не занимался ремонтом электроинструмента точно. Ну, это, наверное, был электромонтаж. А не жалею почему? Потому что теперь я занимаюсь ремонтом электроинструмента. Это была, как бы, школа такая большая, хорошая. Я многому научился, многое узнал. А между работой по ремонту электроинструмента и моими электромонтажными работами, я еще попал в замечательную компанию под названием Alex Fitness. Проработал там инженером по эксплуатации, но там под конец, перед моим, как раз когда я уходил, три месяца уволили управляющего и я занимал должность, меня перевели в менеджер клуба. Ну, короче, исполнял все полностью обязанности управляющего. Плюс инженера по эксплуатации, плюс обычного электрика, сантехника и, короче, один делал там все. Это была тоже огромная школа. Она дала мне, что общение с людьми, я, если честно, был раньше очень сильно замкнутым человеком, ну, и так называемый интроверт. Это помогло мне научиться разговаривать с людьми, не бояться подходить к людям, браться за любые вообще сложные работы, не бояться, что у тебя не получится ничего, резко принимать решения, брать на себя ответственность за эти решения. То есть, это была огромная школа. И поэтому сейчас я с легкостью принял решение уволиться, ну, даже, опять же сказать, с легкостью. Это надо было сделать в начале года. И сейчас получается, что я ухожу в очень сложный период. То есть, сейчас начинается зима, осень-зима, сезон ремонтов, так сказать, закрывается. Заказов будет намного меньше, ну, это я знаю по работе. У меня вообще нет, можно сказать, клиентов, так, минимум. И плюс мы находимся в приграничной зоне. Тут уже опять начались. Вот сегодня с утра в небе взрыв был громкий. Ну, как бы, начинаю с чистого листа в самое сложное время. И, как бы, можно сказать, не боюсь этого. Я думаю, у меня все получится с вашей поддержкой. Тем более, пока-пока, телефон на ремонт я давать не буду, потому что я в конце октября, точнее, на середине октября я уезжаю, отдохну немножко. Нужно сделать перезагрузку мозга. А после приезда уже в полную силу он начнет работать. Ну, хотя, уже вот сегодня мне принесли, поступил заказ, вот такую штучку. Как бы, все заводится, крутится, вертится, но гвоздики не вылетают. Боек не срабатывает. Посмотрим. Ну, да ладно, хватит болтовни. Давайте перейдем к мастерской. Что у меня появилось из инструмента нового? Как вы видите, вы заметили, это мойка, это компрессор. Ну, в принципе, из крупного там, ну, пресс у меня, на пресс ролик вы у меня видели. Инструменты у меня для ремонта есть пока еще не все, но большинство, то есть, большинство инструмента есть. То есть, начинать спокойно можно. Есть куча отверток, шуруповерты, гайковерты, съемники стопорных колец, съемники подшипников. Вот съемники подшипников есть пока не все. Нужно еще будет пополнить коллекцию, так сказать. Продавочный шкаф не хватает. Ну, я частный дом, можно будет на улице это пока делать. Плюс, само помещение, в котором мы сейчас находимся, это, ну, короче, у меня в доме, это жилое помещение, поэтому это все временно. Будут, наверное, я не знаю, снимать, не снимать ролики. У меня есть сарай отдельный, который нужно превратить в мастерскую. То есть, там нужно начать делать ремонт. Вот поэтому я и уволился с работы, чтобы появилось больше свободного времени заниматься съемками роликов, деланием ремонта, уходом за своим двором, садом и так далее. Потому что, на самом деле, особенно последний год, работа, знаете, когда ты начинаешь выгорать на работе, ты вроде на работе ничем не занимаешься, не особо не тратишь энергию, а домой приходишь разбитый полностью, просто тебе ничего не охота, у тебя полная депрессия, ты приходишь домой, просто ложись спать, утром опять идешь на работу. И вот примерно в таком состоянии проходил мой последний год. Я нервы, так сказать, нужно беречь, и я принял решение все-таки уйти и насладиться остатками своей жизни, так сказать, для себя пожить. Ладно, давайте, наверное, приступим к обзору вот этих двух новинок. Вам, я думаю, они будут интересны, и мы попробуем сегодня запустить и, может быть, даже что-то помыть. Все это купил я, естественно, не сразу, это стоит больших денег, и единоразово накопить просто невозможно, это было куплено в течение этого года, я это не показывал никому, куплено в кредит, буквально вот на днях я выплатил кредит за мойку, компрессор тоже уже выплачен. Компрессор это штурм, удалось его взять на Озоне по большой скидке, не знаю, хороший аппарат, нехороший работает, вот хочу у вас попросить совета, я вообще компрессоры сколько, ну раза два, наверное, за свою жизнь ремонтировал, открывал вот эту часть, перебирал. Компрессор пришел, уже сразу заправленный маслом, но уровень масла, если посмотреть, находится чуть-чуть ниже вот этой красной точечки, то есть не долив, вот господа, а куплен он у официалов на официальном, так сказать, в официальном магазине на зоне компании штурм. У меня вопрос, вообще в инструкции написано, что должно в коробочке лежать две баночки, или одна, две по-моему, с маслом. В принципе, вот вопрос у меня к вам, кто больше в компрессорах соображает, через сколько нужно поменять масло после первого запуска. Накачивал я его всего лишь один раз, особо не пользовался, вот он накачанный. Вот. Давайте сейчас посмотрим его полную распаковку, я это все в видео снял, я сейчас вставлю, если конечно найду его, вроде не удалял, где-то должно быть. И пойдем дальше. Это видео будет просто распаковка компрессора, больше не для основного сюжета, а как доказательство того, вдруг, если с компрессором у нас что-то не так, для компании деловые линии, потому что приехал он с деловыми линиями, как бы доказательство того, что мы его вскрыли, вскрыли, и там, к примеру, были какие-то проблемы. Давайте вот. Внешне коробка вся целая, замотана, как всегда заматывают, бусорными пакетами. То есть привез ее курьер, и при получении я ее не открывал, потому что курьер сказал, откройте дом, а если с ним проблемы, то там уже претензии, акт претензионный и прочее. Здесь мы наслеили штурм. Резко толстые, ну, упаковка мне нравится. То есть, смотрите, тут есть какие толстые стенки, хоть они и картонные. Здесь прямо убрали-то все. Легкие спички. Остептание компрессора. Модель АЭС 93-250. Мощность 2,4 киловатта. 2850 оборотов в минуту. Емкость бака 50 литров. Максимальная производительность 410 литров в минуту. Максимальное давление 115 PCI или 0,8 мегапаскаль. Напряжение 220 вольт. Масса 34 килограмма. Это 50 Гц. Так, внутри идет ручка. Конечно, компрессор здоровенный. Упаковка 2 фильтра. Это болты. Еще такая непонятная мне штука. Так, это ножки. Болты для ножек. Это, я понимаю, фильтра. Внутри поролоновый фильтр. Тут я, кстати, не знаю, что это такое. У меня никогда компрессора не было. Я в компрессорах. Я хоть и ремонтировал в своей жизни парочку. Но прям сказать, что я их знаток, то ничего не сказать. Я вообще по компрессорам ничего не знаю. Здесь у нас колесо. Должно быть где-то второе, наверное, лежал. Просто его надо теперь еще. Здесь, кстати, есть ручки. Я думаю, что он коробка. Сейчас, возможно, свежу. Короче, я решил коробку разрезать. Потому что по-другому его никак не вытащить. Собираем пакет. Еще одно колесо. Инструкция. И все. Масла, похоже, здесь нет. Нужно будет посмотреть. Залитого в него масла или нет. Вообще, хотел не такой брать компрессор, а безмасляный. Чтобы было поменьше шума. Ну, почему-то, ну как, переубедили, короче, меня ребята. Ну, блин, мне кажется, все-таки нужно было. Пока для меня хватило бы и безмасляного. Мне этот шумит. Просто трындец. Очень сильно это напрягает. Ладно. К компрессору я докупил шланг. Ну, точнее, я купил не шланг, а вот такой на работе у нас лежала. 100 лет она уже тут лежит. Вон, 9 месяц 2017 года. То есть, 6 лет лежит. Я говорю, Вань, давай заберу. Мне как раз шланг нужен. Вот, я сюда повесил шланг, пистолет продувочный и в комплекте все еще идет. мобильный пистолет, шланг, пистолет для накачки шин и пневмокраскопульт. Все еще в пакетиках, новая, вот, краскопульт. Колеса качать. Мобильный. Ну, короче, я думаю, обычный комплект. Дешевый, китайский. Скрыто от компании Эритек. Артеку 0704012100. Я даже не помню. То ли 3000, то ли 2 я ему отдал. Не суть, не столь важно. Компрессор, стоимость компрессора я сейчас тоже не помню. Ну, была намного тысяч на 10, наверное, дешевле, чем она в других магазинах. Я оставлю картинку. вы тут увидите. Я просто сейчас не помню реально, сколько он стоит, потому что покупалось это все давно. Да, ребят, для чего нужен компрессор? Компрессор мне нужен не только для продувки электроинструмента от пыли. Дело в том, что данная мойка работает только совместно с компрессором. Здесь есть, ну, в дальнейшем увидим, резервуар с водой, точнее, с химией будет. И, чтобы она гоняла ее по кругу, должно создаваться давление воды. И вот будет создавать этот шланг. То есть, мы снимаем отсюда пистолетик, одеваем внутри, там есть, ну, все в дальнейшем увидите сейчас. Делаем, так сказать, обзор мойки. Да, ребят, кстати, хочу сказать, что все вот это вот оборудование, которое я сейчас показываю, это не реклама. Мне это никто не прислал, хотя, признаюсь честно, я просил у многих, писал письма, писал письма в Дензел, писал письма вот в Норберг. По Норбергу я отдельно скажу, что я писал в Штурм я не писал, я просто на зоне увидел хорошую цену и все. Потому что до этого я писал в Дензел, не помню, еще какую-то компанию, там даже вот просто тупо написали с вами свяжется менеджер по рекламе. И все, и тишина. Никто не ответил, никто ничего не прислал, просто тупо проигнорили, даже не написали, мол, типа, извини, там у тебя мало подписчиков, давай до свидания, а просто тупо нахер ты нам нужен, обранно говоря, даже связываться не стали. Ну, обидно, но ничего страшного. Не унываем. Следующая штука, Химик Лайф, Химик Лайф девочка мне прислала, я давно списывался, еще когда мы на работе покупали, я не долго задал, когда ты купишь, когда ты купишь, когда ты купишь, когда ты купишь. Вот пришло время, я приобрел, мне девочка присылала промокод, но промокод не сработал. Она, как была эта стоимость, такая же осталась. Ну, в принципе, стоимость была нормальная. Куплена на Озоне, в компании Химик Лайф, эта химия называется Профис Ультра МК. Продается вот в таких банках, как будто для спортсменов, протеин. Но на самом деле это не протеин. Здесь вес бруто 2 килограмма, нет, 1,85 килограмма. Разбаживается это с обычной водой. Здесь указаны все пропорции, как это делать. И написано идеальная температура рабочего раствора до... А вот эффективность и скорость воздействия на обрабатывание поверхность достигается при повышении температуры рабочего раствора до 70 градусов. А в мойке написано больше 50 желательно не нагревать. Здесь есть ТЭН в ней. Ну, будем пробовать. Будем пробовать. Плюс еще вот это у них есть две версии по-моему. Это ультра МК. Короче, здесь добавлены добавки, которые не оставляют если вот алюминиевые дюралевые запчасти, она короче не темнеет и металлические запчасти не ржавеют. После того, как если их не вытирать после мойки, а просто если они будут высыхать. То есть есть какая-то защита специальная. Все в этом ролике сегодня разбодяжим и попробуем помыть. Давайте перейдем к самому главному, самому интересному это мойка. Итак, это мойка Норберг НВ-150 НВ-150 Что из себя представляет? Представляет из себя закрытый контейнер, который можно открыть таким образом. Давайте покажу поближе. Внутри у нас вот такие длинные перчатки. здесь находятся такие две трубки и пистолет. По толстой трубке подается жидкость, а по тонкой трубке подается у нас воздух. Жидкость мы можем как краником здесь открыть, так и закрыть. То есть, когда кран открыт и мы нажимаем подачу воздуха, химия, жидкость химии подается под давлением и очень хорошо вымывает наши запчасти. Плюс вода сама горячая, потому что здесь внутри есть стэн. Когда мы промыли, закрываем краник и обычным воздухом нажимаем и просто высушиваем прям сразу. Также внутри здесь есть вентилятор и подсветка. Мойка подключается в розетку и вот здесь вот на панели управления есть два выключателя. Температура это ТЭН включение ТЭНа и включение питания. Если мы включим питание включится сразу подсветка и вентиляция. то есть если мы закроем у нас сверху есть окошко не смотрите что окошко залапано это с двух сторон наклеена еще пленка ее нужно вот так оттопырить эту резинку и снять пленку то есть мойка новая я еще пленку не снимал и как вы видите внутри все хорошо видно перчаточки удобные длинные мы можем достать очень далеко очень удобно единственное неудобно вентилятор включается вместе с подсветкой я бы разделил эти два момента то есть вентилятор возможно не всегда нужен он шумит будет например для съемок будет смещать далее здесь есть панель управления температурой но сейчас воды нет поэтому я тен включать не буду это запрещено то есть тен у нас без воды быстро сгорит датчик температуры в ванночке находится показывает в данный момент 17 4 градуса и реле давления температуру мы можем устанавливать вот сет нажали у нас 50 стоит какую нам надо температуру до такой и будет нагреваться наша химия здесь у нас редуктор здесь у нас стоит датчик давления потому что снизу я сейчас позже покажу подключается шланг от компрессора и ну давайте наверное его сразу и подключу берем шланг снимать пистолет здесь все на быстросъемах видите давление поднялось плюс мы можем его если на себя отодвинуть ручку мы можем регулировать вот видите теперь как попасть внутрь здесь есть обычная ручка просто тянем на себя если честно если честно крепление слабоватенькое то есть она постоянно открывается там еле держится не знаю надо как-то что-то переделать далее что внутри внутри находится ванночка ванночка прикручена просто так мы ее не вытащим в этой ванночке находится жидкость чтобы ее извлечь необходимо открутить вот этот винтик полностью и ванночку можно потянуть на себя но здесь видите подключен шланг и питание тена питание тена очень легко снимается вот так открутили гайку и потянули на себя здесь быстросъем тен ой тен шланги тоже они все на быстросъемах примерно тоже такие же быстросъемы находятся в фильтрах для воды вот это на синенькую нажали и спокойно потянули на себя все и всю ванну можно вытащить закрыть ну и давайте посмотрим из чего состоит наш резервуар здесь находится крышка обычная металлическая ничего такого внутри датчик температуры вот он тен кусочек трубки подача то есть отсюда он будет всасываться тут здесь я так понимаю расключение тена коробочка уровень жидкости просто вставлю на такая трубка здесь двигатель и слив есть открыли сюда можно тоже трубку какую-нибудь надеть и сливать прямо там в ведро баклажку но в комплекте никакой трубки не шло шла лишь вот такая ну и краник здесь открыли закрыли как производить очистку слили через вот тот краник воду а здесь во-первых здесь под давлением можно самому помыть это все дело отодвигаем шланги и вот эту сеточку здесь можно поднять поднять сетка сетка извлекается и внутри есть еще вот такой фильтр фильтр сеточка но мне кажется фильтра сетки будет маловато видите видите здесь уже красочка обдираются от самой вот этой сетки вот этими частями но со временем она облезет она будет вся без краски белая это проверено на различных мойках на которых я работал перчатки можно снимать они изнутри закреплены хромутами ну вот как-то так кладем наше устройство берем перчатки и закрываем из опыта знаю что ну масло это смазка то есть мы сейчас посмотрели мойка новая красивая это ненадолго одну мойку достаточно сделать и все будет очень грязным но чтобы жидкость которая у нас циркулировать будет туда-сюда оставалась дольше чистой как мне кажется я бы добавил сюда в эту часть от пылесоса макита везде встраиваем макиту вот такую сеточку смотрите как прикольно она сюда встает вот так раз ну и все и вот таким образом я уже в принципе на воде проверял спокойно все переливается крышку извиняюсь не так одену крышку наоборот вот таким вот таким образом раз а эту неудобно конечно то есть сверху ее надо сначала сверху я подвину задвигаем и уже саму сеточку вставил почему я сразу не ставлю сверху этого мешочек потому что у него бортики высокие вот так раз и как мне кажется получилось просто супер и отлично думаю лишним не будет но как говорится практика покажет может она там и нафиг не нужна так устанавливаем питание на место но такие процедуры вам часто делать не надо будет жидкость меняется там раз в месяц в зависимости от частоты использования мойки поэтому как-то так все закрываем видите закрывали она говорит не хочу почему потому что вот здесь гофрами выдавливают короче минусы есть их много но также есть и плюсы еще один момент когда пришла ко мне эта мойка покупал ее на всех инструментах и когда я ее уже привез домой обнаружил что внутри порвана перчатка одна небольшое такое порезанное есть местечко написал ребятам в Нордберг написал им не просто в сервисный центр а на общую почту тогда у меня еще не было компрессора как раз я по рекламе решил договориться попросил скидку на компрессор или просто компрессор как они решат и сказал что вот проблема у меня с перчаткой ответили ребята из сервисного центра без проблем прислали новые перчатки перчатки между просим стоит 4 рубаса на сайте перчатку я уже заменил и ребята написали что рекламная служба свяжется с вами но рекламная служба со мной так и не связалась поэтому я приобрел компрессор не Норберг я хотел Норберг а Штурм поэтому ребята в этом ролике нет никакой рекламы я не знаю хорошее это все оборудование плохое покажет так сказать практика время давайте короче бодяжить химию короче что пишут банку высыпать 10-литровое ведро с водой размешать до полного растворения полученный концентрат разбавляется до рабочего раствора от 1 к 10 до 1 к 100 приготовление рабочего раствора осуществляется путем растворения необходимого количества жидкого подчеркнуто выделено концентрата в воде при температуре 20-30 градусов из расчета от 5 до 100 грамм на литр в зависимости от степени вида загрязнения короче я сейчас водя на 10 литров разливаюсь ведра в 2 5-литровые баклажки и потом и потом в мойку влазит по-моему 14 литров ну мы 10 литров нальем точно 9 литров воды и литр уже полученной жидкости разбавим и будем пробовать мыть здесь все запечатано ну порошок здесь да кстати перчаточки надо лить короче вот что мы имеем 2 баклажки по 5 литров и почему-то почему-то походу они ни хрена не 5 литров а меньше потому что внутри есть в ведре шкала тут еще литр осталось ну да здесь можно долить но я доливал и уже обратно вылил до краев и пол-литра еще остается короче мы вот этот сейчас концентрат там крупный частички остались сюда я сейчас дарю горячей воды и выливаю в мульку ну что выливаем вроде бы краники все закрыли все проверили главное чтобы нигде не потекло проверка проверка выливаем выливаем все выливаем косуха Выдали. Так вот сейчас я увидел что мой фильтр походу здесь лишний потому что что-то вылилось на пол я же говорил что я рукожоп короче фильтр ни в коем случае не вставляйте он сразу забился вот этой химией Налилось меньше половинки поэтому я сейчас еще пол ведра сюда добавлю а может даже и пол ведро Вторую половинку буду доливать да вода пошла вниз из-за этого залил полы но не прям там так накапало потому что там крышка сделана правильно с отверстиями по краям оно через них начало потихоньку сливаться и через краем текло в принципе не так уж и много поэтому доливаю еще Смотрим как льется льется отлично мимо не проливаете О хорошо что я не полное ведро налил пол ведра долил все и получилось у нас максималка все закрываем Включаем power 42 градуса включаем Т И закрываем 42,6 посмотрим 42,5 42,4 Что-то она быстро начала остывать она не нагреваться Сейчас узнаем тен рабочий или не рабочий Оставать понятно почему она начала я набрал горячую воду из-под крана мойка сама по себе холодная поэтому она естественно начала быстро остывать это нормально Еще один будет минус такой что компрессор стоит рядом он шумный полы у меня деревянные Вентилятор шумный компрессор шумный плюс будет вибрация из-за деревянных полов камера будет трястись То есть снимать ролики как я мою будет очень проблематично Свет мигает значит темер работает Вот пошел нагрев 42,5 А теперь давайте попробуем Короче Посмотрим как она Моет Сейчас попробую камеру установить Итак Это просто воздух сейчас Открываем краник Сейчас попробуем какую-нибудь детальку Как таковых грязных деталей у меня пока нет Есть вот Невозможно Распрессовать вообще никак никакую не идет Намертво Ну просто ее хочется помыть Посмотрим Как он отмоет Ну что пробуем Ну что вы Как он отнимает Ну что вы Как он отнимает Как он отнимает Компетит Компетит Температура 49,8 Воздухом просто Продолжение следует... Смотрим, что у нас в итоге получилось Деталь Есть, конечно, грехи Но стоит учесть, что тут Смазка закоксовалась, она уже лежит Очень много лет И до нее Я только дотрагивался, у меня сразу рука становилась Грязной, сейчас она Просто чистая Вот эта часть вообще, можно сказать, в идеале И сразу видно стало, что здесь вот трещина Огромная По кругу Вот здесь было прям кусок налеплен То есть жидкая смазка, свежая Она отмоет, как нифиг делать Вообще сразу А тут Если разогреть там до 70 До 80 То я думаю Вот эта закоксованная Отстанет спокойно Ну блин Идеальная железючка Помыла идеально Я бы Я доволен В принципе, мойка Сама Достаточно неплохая Можно еще Пробовать Концентрат менять Если Плохо будет отмываться Ну, температура и концентрат Самое главное, что Ты весь чистый Руки чистые Это на самом деле Дорогого стоит А такой мойки Как бы Я думаю Мечтает Не один сервисный центр Хотя бы А такой Эта мойка Не так дорого стоит Относительно Других моек Которые там По 150 По 300 тысяч Это стоит 36 тысяч Я ее покупал А Когда я ее Увидел на Митексе У ребят Она у них тогда Стоила, по-моему Ровно 30 И тогда Вот ее нужно было И брать Короче, я думаю Данная моечка И компрессор Мне еще послужат Хорошую службу Ну, а на этом Я думаю Мы заканчиваем Это видео Если кому интересно Эти аппараты Все я ссылки В описании оставлю Да, ребят Не забывайте подписываться На мой телеграм-канал Ссылка на мой телеграм-канал Вы увидите На экране Кур-код И ссылочка В описании Там Вы сможете Покупать Инструменты С большими скидками Различные Промо-коды Для Маркетплейсов Я всегда Выставляю Поэтому Переходите Покупать И Покупать И Субтитры сделал DimaTorzok